Привет, Сиракезо смотрящие! Это видео немножко запоздало, потому что снято оно чуть-чуть пораньше, но от этого ничего не меняется. Цель была поездки на разно. Я видел жуткие кадры цветения воды, мне так захотелось это увидеть самому, потому что пару раз я попадал в эту зеленую цветущую массу, и когда приехал вот на это место, это знаете, за колнатами туда, то есть это далекий берег, не близкий к черному, ближе не к черной, а далекий туда, на Малту по дороге, то, как видите, вода абсолютно прозрачная, цветение тут или нет, или его всю эту массу сбило туда, на золотой берег, ну в общем вода была замечательно теплая и даже, я бы сказал, кристально чистая, потому что уже мало отдыхающих. На самом деле озеро разное, кто его не знает, это наша Латгальская жемчужина, откуда название такое, я помню с детства такую байку, что ехал какой-то барин или как-то там что-то такое, увидел это озеро и спрашивает крестьянина, слушай, что это, море, озеро, он говорит, да разно, ну вот так и началась эта история про разно, и вот видите, мы видим вот эти вот полосочки на берегу, в воду, это не что иное, как места захода людей в воду, и по их нахождению можно отчетливо понять, что ну весь берег, начиная вот от правого края до левого, он очень популярен, то есть вот этих полосочек очень много, то есть нельзя сказать, что там один пляж и люди все вот едут в одно место, дорога рядом, они все приезжают, распределяются по этому пляжу на камушки, и вот, собственно, заходят в воду, видите, такие ногами своими прочищают дорогу, и получается на общем фоне видны вот эти вот полоски, белые полоски, где стерто с камней пятками, что называется, растительность, и явно высвечивается, что интересно, вот берег разный, он тоже разнообразный, можно даже подумать, что это побережье какое-то Балтийского моря или что-то, ну то есть неопытный взгляд может перепутать, если вы сделаете фотографию, где-то выложите и не скажете, что это берег разный, то можно перепутать, не случайно его у нас называют Латгальским морем, потому что реально оно огромное озеро, вы знаете, да, глубина там достигает даже до 17 метров, и это, и как на море, можно долго-долго идти, и вам все по колено-по колено, ну в общем, чем-то напоминает, вот видите, такой отвесный берег, замечательный, и чем еще интересно, не все знают, что на Латгальском вот этом озере целых 10 островов, то есть не просто это большое озеро, а там много островов, ну чтобы их увидеть, надо, конечно, или на лодке, или вот так вот на дроне полетать, просто так с берега не поймешь, рыбы дофига водятся всякой разной, там перечислять устанешь, начиная от щуки и кончая карасем обычным или красноперкой, и даже вот я не знаю, как сейчас, а раньше угорь это была такая типичная рыба для озера разная. Когда-то в моем раннем-раннем детстве мы ходили с такими, брали лыжную палку, забивали начало палки в вилку нержавеющую, и вот под мостом, где идет период между озерами, вот это, знаете, канава такая между одним озером и вторым, под дорогой, колнатской дорогой идет этот вот перелив между озерами, там вот была плотина такая, вот под этой плотиной угрей, это угрей было море морское, можно было камни отодвигать, и вот этой вилкой, чух, ловили угрей, наверное, это было браконьерство, я сейчас даже не понимаю, но это вот в мое какое-то детство мы такой фигней занимались, поэтому вы видите, как это выглядит с воздуха, и вот точно так же, это прибрежная зона, мелководье, ну, в общем, есть на что полюбоваться вообще вода, а это лучший релаксант, смотреть можно долго, и, наверное, бесконечно даже на такую вот красоту. Ну и вот, что примечательно, на разно тоже водятся лебеди, и вообще озеро просто напичканы разными птицами, то есть там изобилие полнейшее, начиная от каких-то уток, гусей, кого там только нет, и маленькие-маленькие всякие птички, в общем, рыбных запасов хватает, чтобы они все питались вкусно и сытно, ну и, конечно, вот и лебедь разно смотрит совсем по-другому, чем лебедь на ковшу, потому что это волнение, этот объем воды, ну, придают какой-то шарм какой-то вот этому всему виду, и опять же можно смотреть бесконечно. Надеюсь, это видео, оно как вот просто глоток чистого воздуха, вот так вот просто посмотреть, полюбоваться, без задней мысли, без какого-то намека на исключительность, просто красота зеленая. И, кстати, надо сказать, что на озере разное, вокруг него есть такой национальный парк разное, вы знаете, создан он был с целью защитить и озеро, и леса, и вообще какое-то время, в 90-е годы тут резко начала ухудшаться вот ситуация, рыбу начали там безмерно вылавливать, ну, в общем, пришлось вот защищать это дело, и сейчас, как мне кажется, я не раз слышал про выпускание туда и мальков, и всего чего, ну, в общем, как на мой взгляд, судя по, я не экспертное мнение высказываю свое личное, как мне кажется, озеро я себя чувствую сейчас более-менее даже хорошо, и даже рыбные запасы там, по-моему, восполняются, благодаря и энтузиастам, я не знаю, насколько много туда вкладывает государство своих средств и сил, но знаю, что энтузиасты, рыбаки и прочее дело поддерживают это озеро. Ну, и, конечно, вот противоположный берег мы видим там до сих пор, это конец августа, начало сентября, и я думаю, если быть точным, это, наверное, перед выходными, вот пятница, суббота, я уже сам не помню, честно сказать, пятница, наверное, да, вот это пятница, и несмотря на то, что уже как будто бы и осень, как будто бы и, ну, вы видите, какая у нас сейчас погода, вот такая замечательная водичка, камушки, ну, абсолютно не речное, они не, как сказать, скорее всего, даже морское побережье, так скажем, вот, поэтому озеро привлекает чистотой, ну, и, конечно, вот лебеди, которые там качаются на волнах, наверное, чтобы не уснуть, вот этот лебедь, он взлетел, сделал большой-большой-большой круг и приземлился практически в той же точке, откуда стартанул, но при этом поработал крыльями так плотненько, или, может быть, после обеда вот ему захотелось разогнать кровь. Вот такие новости, всем удачи, всем пока, берегите природу, мать вашу, и всем удачи, до хороших выходных уже тут осталось немного, так что все едем на разное, наслаждаться природой. Всем удачи, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok